Субтитры сделал DimaTorzok 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 По сути дела два выбрасывателя Субтитры сделал DimaTorzok 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 Несел reemeTorzok А вот одна Yo-u-uu-uk Субтитры сделал DimaTorzok Другойde Другой Так, накладочка вышла, что-то там это самое. Недосып. Нет, недосып, все нормально. Что? Известное произведение из хирсталя. Искусство, искусство из Бельгиум. Довольно неоднозначные тоже вещи. Вот лично я и лично меня больше всего, конечно, весит в этом агрегате, это то, что бегает рукоятка. Вот в калаше мне не нравится бегающая рукоятка затвора. И здесь, почему не сделать, если вы делаете здесь пикатинки под какой-то обвес, то хват, подразумевающий обхват рукой или близкого, здесь если браться, то остаться без пальцев, как бы, тоже не особо интересно. Но плюс амбидекстер, рукоятку можно переставлять на обе стороны. Да, только рукоятку. Только рукоятку. Выброс. Окно всегда будет направо. Выброс только справа. Есть варианты, здесь пластиковый отражатель, он может меняться. Но здесь много чего. Да, рукоятка здесь... Направляющая прикручена. Особенность рукоятка, это не для левши и правши. Это для смены управления затвором. Одной техники на другой уровень. То есть, по сути, это винтовка только для правши. Ну, учитывая сторону экстракции. Ну, почему? Есть же вариант стрельбы с левого плеча. Все равно для этого как бы используются, могут использоваться разные отражатели, чтобы угол вылета гильзы менял. Но смена-то плеча никто не отменял? Нет, не отменял. Я имею в виду, я сказал амбидекстер. Но винтовка не амбидекстер, ну, в полном понимании. Это нет. Значит, тоже я пробовал кнопочку нажать. У меня не получилось продавить вчера кнопку складывания. Складывание приклада. Здесь узел как бы есть, но по... За штифтово. Поэтому регулируется только по длине. Для того, чтобы она прошла сертификацию на гражданский рынок. То есть, приклад сделан таким образом, что он будет нескладлив. Не-не, утопленная кнопка осталась. Я смотрю, она заскочила. Да. Что-то не сломали. Да нет. А, вот, вот. Да. Шесть позиций движения приклада, складывания, собственно, по длине. Прилесно то, что нет люфта в прикладе. Вообще. Так, щека здесь... Щека должна регулироваться. Регулируется, да. Два варианта подъема щеки по кнопочке. Но, с моей точки зрения, щека здесь абсолютно бестолковая. Я понимаю, как ее хотели сделать, но она, если... На любителя, если ты. Да, она так очень специфически. Ну, удобненько, я тебе так скажу. Использование щеки предполагает очень короткий приклад. Если ты поставишь приклад на шестое положение... ...демонстрируй. ...щека становится бесполезной. Да, она в рот попадает. А так, да, классно. Прицельные хорошие. Но они необычные. Их копируют многие. Ну, в своих интерпретациях, конечно, и регулировок здесь очень много. Сбросник магазина у нас, естественно, двухсторонний подаватель песочного цвета. Кто производитель, по подавателю определись, нет? Нет. А кто производитель? В комплекте идет стальной магазин. Таким образом, интересным покрашенным. Здесь покрытие своеобразное, заводское. Ну, такое, конечно, то, что покрытие алюминия от пластика отличается. Это, само собой, тут никуда не деться. Но к этому, как бы, пристегиваться смысла нет. Что ты имеешь в виду про алюминию? Ну, алюминий более светлый, а пластик более темный. А, ну да. Вообще, это тональности. Но одна и та же краска на разных материалах. А приклад, смотри, приклад более светлый получается. Красный, а пластик. Плюсы лично для меня, что можно рукоятку стандартную арочную поменять на какую-годно другую. Из арочного же пула. Вы хотите все пересчупать, да? Ну, конечно. Самое главное. Самое интересное. Флипап прицельный, естественно, понятное дело. Здесь, как бы, все наоборот. То есть, по сути, открытый целик, да? Хотя здесь сумеречное кольцо. И закрытая она муточная комбулка. Так оно совпадает. Совпадает. Здесь кольцо, то есть, вообще, я же... Я только поставил, и сразу, как бы, прицельное вообще классно. Согласен. Вот, я, насколько не люблю механику, но прицельное классно. Регулированный у нас блок. Регулированный у нас блок, да, само собой. Ну, и самый большой минус, я уже говорил, для меня, это то, что рукоятка ходит вместе с затвором. Единственное, что быстрая смена рукоятки есть. И это не может не радовать. Так мы его будем открывать или не будем? Кто знает, как он открывается? Я знаю, прикладное буду бить вниз. Так, сейчас, закрою. Здесь, насколько я помню, приклад, по-моему, вниз сдвигается. Ну, ладно, не будем бить, ломать, это все-таки стендовое оружие. Витринный образец. Ну, поверьте на слово, там практически один в один у СМ, как у Р-15. Вот, только кнопки сброса сделаны по-своему, специальные пластиковые сделаны выступы, для, чтобы против случайного нажатия. Единственное, что затворная задержка, к сожалению, только с левой стороны, то есть с правой стороны ничего нет. Нормально можно было сбросник сделать. Это мы поговорим на следующем стволе, там полный амбидекстер всего. Как бы и за основу был взят вот этот агрегат, в принципе, почему я его хотел показать. В принципе, неоднозначный аппарат, чисто, я думаю, на любителя такой, своеобразный. Ну, насколько я знаю, СКАР делали, вернее, подавали свою винтовку на конкурс основной винтовки в Америку, в Альме и США, в Альме, и они не прошли, как и не прошли многие их конкуренты под целый ряд. Так, вроде морпехов какое-то время использовали СКАР. УСМС, да? Да. Но, объясню, дело в том, что УСМС закупает свое оружие отдельными подразделениями, как и полиция. О них нету конкурса, ну, я не знаю, общенационального, как это правильно называется. То есть, вот они сели там, допустим, в такое-то подразделение, УСМС, они решили, что мы хотим использовать такой-то винтовку. Они ее закупили и все. Они сами понимают. А там речь идет о конкурсе на замену М4 карбайна. Карбин, карбин. Правильно говорить, карбин. Все возмущаются, почему карбайн. Мне нравится карбайн. Ну, нравится. Американцы говорят карбин. Они придумали это слово. Значит, они, наверное, правы решать, как правильно говорили. Причем никто не может объяснить, почему карбин или карбайн. Потому что карбин. Вот так. Спуск, как и арочный, там ничего такого. Так, я говорю, там УСМ арочный. Да. Так, давайте попробую показать заведенный затвор. Так, я надеюсь, камеру покажу, потому что я кран не поверну. Сюда. И мы видим, что рукоятка остается в этом положении. И при сбросе, естественно, рукоятка движется. И происходит сброс затвора, затворная звезда. Ну, я думаю, по таким промежуточным штурмовым винтовкам на этом мы закончим. За что поблагодарим магазин Safari в Днепре. А вам спасибо и до следующей встречи. Пастерь, я в них. Со старой я стрелек. Вот это что? Да. Счастливый человек. Я просто попробую бы хотел. Ну, как? Ну, вот этот хват для меня. Она... Вот это, вот как? Она мне неудобная. Ах!